Терем. Чем его едят? И так как сегодня больше новичков, чем обычно, я расскажу чуть-чуть подробнее, чем рассказываю об этом, опять же, обычно. Клуб Терем. Это аббревиатура из трех слов. Я, кстати, обычно сижу, но вот сейчас стою, чтобы просто меня было видно. Клуб Терем. Это аббревиатура из трех слов. Территория, исполнение, мечты. И главной мыслью идеи клуба, главная мысль идеи клуба звучит так. Мы встретились для того, чтобы поддержать друг друга на пути к своей мечте. К большому счету, все, что следует на клубе, все форматы, все наше общение, оно все сводится к одной простой мысли. Мы встретились для того, и это цель и идея, главная идея клуба, мы встретились для того, чтобы поддержать друг друга на пути к своей мечте. и скажу что вот те форматы то как сегодня будет происходить вот эти вот наши встречи все сформировалось не сразу все началось 2010 году и начале все началось с того что мне очень просто сильно захотелось организовать какой-то такой клуб на котором можно было бы хорошо поговорить по коммуницировать поддержать вот отдохнуть вот вот все вот в этом вместе взятка так как у меня была своя компания и и сейчас есть и я там как-то двигаюсь мне хотелось чтобы это было связано также и вокруг движения к чему это было не просто разговоры но и движение то есть чтобы что было движение найти за эти два с половиной года форматы клуба менялись мы не бы пробовали так и так и так и так и на сегодняшний день сегодня еще раз подчеркну и у меня гордость вы почувствуете в моем голосе сегодня 28 встреча клуба и на сегодняшний день вот она такая какая она есть клуб встречи проходит раз в месяц каждый второй четверг месяца каждый второй четверг месяца мы собираемся и каждый раз клуб приезжает в гости к тому кто у нас гости пригласил мы стараемся по и поезжать каждый раз в новые гости и так или иначе у нас это получается у нас есть 3-4 площадки на которых нас всегда ждут и всегда приглашают и когда у нас новые гости не приглашают, мы встречаемся на старых площадках. Почему сегодня особенная встреча и почему она персональная и выездная? Потому что сегодня не первый, не второй четверг месяца. Сегодня первый четверг месяца. И в этом смысле у клуба эксперимент. Нас никогда не приглашали не просто вот так вот, что приезжайте к нам в гости и вот наше помещение. Нас никогда не приглашали так, что приезжайте к нам в гости и мы тоже все придем. И в этом смысле, Вот в этом смысле она персональная и выездная, а все остальное это такая же рабочая встреча клуба, какая она у нас и всегда и обычно, так же как пришли предыдущие 27. Про клуб. У клуба есть цель. Цель клуба это создать пространство, в котором коммуникационное пространство или просто пространство, в котором каждый мог бы двигаться к своей мечте. И здесь я отдельно хочу сказать про вот это вот слово «мечта». Оно немножко вытасканное, каждый в него часто его применяют и каждый в него вкладывает свой смысл. Но я бы хотел пояснить, какой смысл мы в клубе вкладываем в это слово. По слову «мечта» мы подразумеваем самое ценное и важное с точки зрения самого человека, как он это сам для себя определяет. То есть мечта это создаваемый воображением образ желаемого, желаемого для самого человека. И так же за 27 встреч мы поняли одну такую простую штуку. Человек не всегда знает свою мечту, не всегда ее осознает, не всегда это в области осознанности. Часто это какое-то чувство вот здесь вот внутри, малоосознаваемое или неосознаваемое, или просто ощущение, или просто движение. Но мы точно определились в одном – только сам человек может определить, насколько то, что происходит, двигает его к его мечте. И сам человек это определяет, понимает, приноравнивается. И сам человек также, сам человек волен над своей мечтой. Сегодня она у меня такая, завтра она у меня такая, такая, такая. Но глубинно мы понимаем, что она не меняется, но какие-то внешние ее формы могут меняться. И мы это тоже понимаем. Мы это на клубе понимаем, принимаем, и один из форматов общения, выступления у нас называется «хочу понять, что хочу». То есть это как раз такой формат, когда мечта или проект еще не вызрел совсем, есть какое-то ощущение, и вот тогда это понимается. Итак, под мечтой мы понимаем исключительно индивидуальное что-то, что сам человек только может определить и понять. И сам человек только может сказать, насколько то, что происходит, двигает его к его мечте. Это первое. И второе. На клубе, когда мы говорим про мечту, для нас важно не просто осознавание мечты, для нас важно движение к ней. В любых формах, в любых форматах. Не знаю, знаете ли вы это на знаменитые изречения или нет, по направлению к мечте имеет смысл лететь. Если вы не можете лететь, бежать. Если вы не можете бежать, идите. Если не можете идти, ляжьте в том направлении. И вот в этом смысле, какое движение происходит, лежать в том направлении, это тоже хорошо. Вот мы вот как бы у нас в клубе, лежать в том направлении, это уже тоже хорошо, и это тоже движение. Итак, важно, что человек определяется это сам, только сам, и никто другой не может это в принципе определить. И почему я так подробно на этом останавливаюсь, и почему я так очень подробно говорю. Потому что я как модератор иногда очень лояльный, иногда очень жесткий, такой строгий. И за тем, как выступающие будут здесь говорить о своих проектах, по 20 минут о своих проектах, я буду следить за тем, чтобы все, что здесь происходило, помогало человеку двигаться к его мечте и его проекту. Это вот единственное мое такое важное ограничение, это мое право вмешиваться вот здесь вот в то, что будет происходить, и моделировать то, как будет происходить. Моя задача одна, сделать так, чтобы все, что происходило здесь, для выступающего капитана, мы называем это капитан, в его проекте было ему полезно. И вот теперь понятно, почему я так буду делать. Потому что главная идея клуба, мы встретились для того, чтобы поддержать друг друга, но пойти к своей мечте. А мечта это такая штука, которая внутри, каждый человек сам ее осознает, и только он может понять, как он к ней двигается. Итак, цель клуба. Создать пространство, в котором человек будет двигаться к своей мечте. Дальше мы говорим, что есть путь, у клуба есть цель, путь. И путь, это подразумевается, что это проекты. Мы всегда говорим через проекты, мы говорим о своей мечте через проекты. Проект может быть любой. Слово проект, я думаю, вам известно и понятно. Это то, что имеет начало, конец ресурса, конечную цель. И в этом смысле мы говорим о проектах. Капитан это тот человек, который через проект каким-то образом цепляет то, что для него важно какую-то свою мечту. Это может быть что угодно. Не важно какой проект. Клуб не ограничивается ничем, никак и ни в чем. Но мы говорим о проекте. И подразумеваем, что у проекта есть капитан, это как раз тот человек, который двигается в своем проекте. И есть команда. Но это уже высший пилотаж, если из членов клуба набирается команда, его поддерживающая в его проекте. И так, у клуба есть цель, я ее сказал. Есть путь. Это проекты, через которые мы двигаемся и через которые мы коммуницируем. И есть друзья на пути. Друзья на пути это вот о чем. Это о том, что... А, он порисовать. Друзья на пути это вот о чем. Это о том, что мы по большому счету в жизни уже всегда двигаемся к своим целям и к своим мечтам. Если есть человек, который двигается к своей мечте, и есть человек, и второй человек в клубе встречается с ним, который двигается к своей мечте, то в данном случае, когда мы говорим, что мы в клубе и у нас есть друзья на пути, подразумеваем следующее. То есть, что каждый человек идет к своей цели, но в клубе можно встретиться, договориться о... Видите, вектор направлен туда, вектор направлен туда, то есть, есть какой-то вектор, который является суммой и соопределяющим и туда, и туда. И тогда мы говорим о том, что в клубе мы встречаемся и договариваемся какую-то часть пути, которая поможет двигаться сюда, а этому поможет двигаться сюда, можем пройти вместе. И тогда мы идем по пути, нам обоим по пути, я шел туда, другой человек шел туда, мы говорим, пойдем вон туда, и тогда какую-то часть пути мы пройдем вместе. И в этом смысле у нас есть договоренность, первичная договоренность, начало пути, и есть точка, до которой мы идем, дошли, потом этому человеку туда, этому человеку больше туда, пожали друг другу руки и разошлись. Но важно, что вот эта вот часть, вот эту вот часть пути мы проделали вместе, каждый в этот момент, идя к своему проекту. И в этом смысле, вот именно в этом смысле мы говорим о том, что в клубе есть цель, путь и друзья на пути. Друзья на пути. Идем по пути. У вас лежат листочки. Это повестка сегодняшнего дня. И вот есть два вида листочков. Есть стандарты клуба, которые выложены на сайте, они у нас все прописаны. А есть вот такая повестка-регламент. Повестка-регламент РВК. Есть стандарты клуба. Это если хочется почитать чуть больше, то о чем я говорю, вот они прописаны. И есть повестка-регламент. Повестка-регламент это то, как мы сегодня с вами будем двигаться. То, как мы сегодня потратим с вами 4 часа нашей совместной жизни. И первое, что вы здесь видите, идет презентация клуба для новичков. Остальным можно опаздывать. Это как раз то, что я сейчас делаю. Я презентую клуб и рассказываю, что это такое и с чем его едят. После этого у нас с вами будет знакомство. Это по кругу. Я запущу ручку. По кругу самопрезентация 1-2 минуты, чтобы мы познакомились вот сейчас. И надо будет ответить, самопрезентация ответит на 3 вопроса. Кто я? Какие у меня достоинства? И почему я здесь? После этого мы с вами перейдем к уточнению и составлению формата сегодняшней встречи. Мы с вами определим 6 человек, которые сегодня будут выступать. После того, как мы определим 6 человек, 6 капитанов с проектами. Капитаны определяются с форматами. Я сейчас скажу, что такое форматы. Определятся с форматами. После чего каждому капитану будет по 20 минут. Он будет выходить вот сюда, вставать и рассказывать о своем проекте. В одном из форматов, которые у вас здесь написаны. Мы, оставшаяся как фокус-группа, будем поддерживать капитана в том формате, как он это запросит. Формат это предусматривает. Какую форму поддержки мы будем оказывать. Так у нас пройдет 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Потом, это вот у нас как раз будет пункт номер 4 выступления участников, согласно составленного списка. После этого у нас будет рефлексия. Ответ на вопрос, что было ценным. И после этого мы разойдемся. На этом рабочая встреча клуба закончится, и мы разойдемся. Вот так сегодня будет построено все время, которое есть. И то, насколько интересным это будет, зависит от нас. Исключительно только от тех нас. Итак, у клуба есть еще коммуникационная система. То есть у нас сейчас участников, людей, которые так или иначе знают о клубе, приходили или приходили, уходили. У нас всех примерно сейчас человек 80. У нас есть коммуникационная система. То есть система, через которую мы общаемся, помимо наших встреч. То есть главная коммуникация, это рабочая встреча клуба, которая проходит раз в месяц, каждый второй четверг месяца всегда. У нас есть наш внешний сайт, на котором прописаны все правила. У нас есть скайп, скайп-группа, где мы общаемся. И у нас есть фейсбук. В фейсбуке страничка и фейсбук-группа, где мы тоже там можем общаться. Писать друг другу какие-то новости. Сообщать друг другу, как мы двигаемся в своих проектах. И таким образом поддерживать коммуникацию, помимо встреч. Это то, что касается коммуникации, коммуникационной системы. Что я еще не сказал. Вступление в клуб. Вступление в клуб очень просто. Как только вы входите в одну из коммуникационных систем клуба, либо в скайп, либо в фейсбук, либо получаете доступ к сайту, то тогда вы в клубе. Как только вы и вышли из коммуникационной системы клуба, сами вышли, то в этот момент вы вышли из клуба. Это вход и выход из клуба. Это вход и выход из клуба. Так, и теперь по еще, что я не сказал. Вот у меня есть помощник и соведущий. Рудыхнина. Моя супруга. Или я ее супруг. Мы так и не договорились до сих пор. За 15 лет совместной жизни. Вот, она будет снимать. Значит, снимать для чего? Снимать для того, чтобы помочь капитану усилить его проекте. Иногда очень важно посмотреть на себя со стороны самому капитану и понять, как это все было. Еще раз услышать, еще раз это пережить, еще раз посмотреть на себя и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле не наснимает, если капитан хочет, чтобы его снимали. Если, как он говорит, не снимать, не снимаем. То есть, если капитан сказал, разрешил снимать, и он это снял, и даже если он настолько храбрый, что своей записью готов поделиться на сайт, то мы эту запись выкладываем на YouTube, и выкладываем на наш сайт внешний. На сегодняшний день скопилось за 27 встреч, скопилось порядка 50 записей. Они есть все на YouTube, у нас есть свой канал, на который можно зайти посмотреть, есть сайт, но это исключительно только по желанию человека, который хочет, чтобы его запись была выставлена. Зачем это надо? Сразу скажу, вижу недоуменные взгляды, зачем это надо? За тем, что часто люди говорят о своих, возможно, бизнес-проектах, или говорят о проекте, в которых они собираются, куда они двигаются, собираются куда-то двигаться. В этом смысле для них эта запись, это как визитная карточка проекта. И тогда те участники клуба, которые смотрят все записи, могут зайти, посмотреть, и сказать, о, слушай, у тебя интересный проект, я хочу к тебе присоединиться. И тогда не надо объяснять, рассказывать, что за проект, что я в нем хотел, и так далее, и так далее. То есть это некая визитная карточка для капитана, если он хочет, чтобы к нему присоединялись, то тогда он об этом рассказывает, и через эту видеозапись к нему можно будет присоединяться. Это то, что касается видео. Почему мы снимаем, зачем мы это снимаем, и как это будет. Может быть, есть вопросы? Пока все доступно и понятно. Пока все понятно. Я тренировался 27 раз перед этим. У меня большой опыт говорения про клуб. Итак, ну что ж, по форматам. Последнее что? Давайте я быстренько скажу по форматам, что это такое. Потому что сейчас начинаем составлять список сегодняшних капитанов, сегодняшних выступающих. И капитан, когда я спрашиваю, кто хочет сегодня выступить, когда я спрошу после того, как мы познакомимся, то нужно будет сказать название проекта, если его у вас нет, то придумывайте его прямо сейчас, сказать форматы, в которых вы будете выступать, и в которых хотите получить поддержку. Формат выступления капитана подразумевает, что проект был заявлен ранее, человек двигается, и он просто подытоживает для себя, какое у него движение произошло за месяц, если он выступал на прошлом клубе. Формат анонс проекта подразумевает, что капитан хочет заявиться о проекте, ему важно понять, насколько возможно он говорит об этом первый раз, и ему важно понять эту обратную связь, насколько понятно то, что он говорит. Формат анонс проекта, это для новых анонсов, и здесь капитан тренируется, пытается понять, насколько понятно то, что он говорит, и тренируется об этом говорить. И в этом смысле мы тогда его поддерживаем тем, что даем обратную связь, насколько мы поняли то, что капитан хотел до нас донести. Формат «Хочу понять, что хочу». Это очень интересный формат. Иногда это сжег вот здесь, и непонятно, чего я вообще хочу, в чем мой проект. Но вот уже давно об этом думаю, и есть много-много-много-много всяких обрывочных вещей. И здесь мы, фокус-группа, являемся тем волшебным пинком, который помогает человеку все-таки как-то рассказать о своем проекте. И мы внимательно слушаем и поддерживаем его в его проекте. И в этом смысле формат «Хочу понять, что хочу» человек выходит, говорит о своем проекте. И обычно после того, как он это проговорил, а может быть не с первого раза, у меня был проект, который я сам рассказывал 6 месяцев подряд, 6 РВК подряд. Это был проект «Сибирская артель». Все видео выложено, и только на шестой раз, когда я про это шестой раз говорил, я понял наконец, что я хочу от этого проекта, и у меня точно встал в голове. То есть вот этот я применял формат «Хочу понять, что хочу» и просто говорил о нем. Формат «Идейная поддержка» – это когда у вас есть кейс или задачка, возможно рабочая, возможно любая, и возможно проект. Здесь важно вам, как капитану, вывести в вопрос, то есть вы там говорите 10-15 минут, даете рамку, выводите в вопрос, и после того, как вы проговариваете вопрос, мы как фокус-брук понабрасываем вам идеи относительно того, как этот вопрос можно было бы решить. Это мозговой штурм. Идеи не критикуются, не обсуждаются, не и так далее, и так далее. То есть задачка фокус-группы – набросать идей как можно больше. От самых безбашенных до строгих, любых, но идей должно быть много. Это идейная поддержка, экспертная поддержка. Это когда у капитана уже проект сложился, он уже знает и понимает, что и как он будет делать, и тогда он выходит, говорит о своем проекте, и говорит шаги, которые он подразумевает в движении в этом проекте. И тогда мы, как фокус-группа, его усиливаем, экспертная поддержка, путем того, что указываем с нашей точки зрения на слабые стороны в его проекте. Человек, мы высказываем это в виде идей, опять же, не обсуждаем, не критикуем, не уходим в обсуждение. И капитан все эти идей записывает. Записывает, 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 записывает. И чем больше мы укажем ему слабых мест, тем лучше для капитана, потому что он потом сядет, посмотрит, почитает. Вот это я знаю, это я знаю, это я знаю, а вот это я не предусмотрел. Это мне надо подумать, когда он сядет, усилится и получит усиление своего проекта. Это формат экспертная поддержка. Формат рекламная поддержка, это если хочется что-то разрекламировать, он коротенький, 5-10 минут, просто реклама. Формат, хочу сказать, на всякий пожарный, для всех тех, кто не нашел себя в предыдущих форматах. И он тоже 5-10 минут. Все ли понятно по поводу форматов? Пробовать надо. Пробовать надо, правильно. Значит, когда пойдут форматы, я поставлю вот такой таймер, он запустится, будет отчитываться в обратную сторону 20 минут, таймер будет стоять вот там, на краю стола, чтобы было видно всем, кто видит, сколько времени осталось, сколько времени осталось выступающему. И самому выступающему отсюда будет хорошо видно, сколько времени у него осталось. После прорешения 20 минут мы завершаемся и переходим к следующему. Понятно, да? А как внутри этих 20 минут разделяется выступление капитана и работа группы? Вот он сам решает. Иногда он может 20 минут все проговорить, ну тогда и такую помощь. Иногда он может сказать очень мало, и тогда мы все больше. По поводу идейной поддержки и экспертной поддержки, иногда идеи не появляются, и тогда я как ведущий, ну как модератор, прошу капитана либо расширить, то есть либо задачка сдана, либо узко, и идеи не появляются, либо наоборот сузить, она слишком широкая, и тогда прошу, когда сузить, чтобы идеи начали появляться. Все ли понятно по форматам? Сейчас у нас следующий этап, я заканчиваю говорить, и у нас следующий этап знакомства, и я запускаю ручку, 1-2 минуты ответа на вопрос, кто я, какие у меня достоинства, почему я здесь. Меня зовут Евгения Попова. Я ошибка. Сюда меня привело любопытственно.